Друзья, я всех рад приветствовать. Мы находимся на размере Криминальная Россия сервер номер один и в последний раз, когда мы сделали наиприятнейший подарок школьнику Денису Оливкину, этот подарок благополучно украли. Это был маленький быстрый автомобиль, который стоит десятки миллионов на самом деле и он был украден примерно, мы понимаем кем, людьми Сильвестера. Мы, друзья, продолжаем охоту и после того, как автомобиль был угнан, я пошел и отдал четкий приказ Пауну, который поехал его исполнять. Что именно было в приказе, друзья? В приказе говорилось о том, чтобы Паун занял позицию и сутки следил за СТО. Он уже там поселился, чтобы вы понимали. Более того, он даже построил дом на позиции, поэтому я взял сейчас более неприметную машину и поставлю ее все-таки далеко от той самой позиции. И мы послушаем с вами отчет, друзья. Я решил серьезно взяться за это дело и в конце концов Сильвестера поймать. Обязательно поймать. Мы его никуда не упустим. По этому поводу можете не переживать. Он на сегодняшний день продолжает красть машины, разбирать их и на этом собирает средства. Ну а на что собирает Сильвестер деньги, мы, друзья, знаем. Он хочет уехать в Египет для того, чтобы построить, для того, чтобы построить, друзья, там небоскребы, чтобы вы понимали. Вот такие вот страсти происходят. И за всем этим, друзья, вот за всем вот этим приходится наблюдать Пауну. Но его не видно. Его не видно. Как будто бы здесь никого нет. Но если вы присмотритесь, то в этих кустах тихонечко затаился Паун. И когда я сказал, что у него есть свой дом, это действительно правда, друзья. Там построен дом, в котором он живет, в котором он спит, в котором он ест. Ну практически не видно. На самом деле практически не видно. Ты следи, Паун, следи. И все это время он следит. И сейчас я хочу получить четкий отчет о том, что здесь было, что происходило за последние, друзья, сутки. Потому что нечистое это СТО, мы с вами это выяснили. Феррари была разобрана буквально за несколько секунд, наверное, ну минута. И Феррари вся разобрана. Вот какие люди там работают. Рядовой Паун. Как проходит служба? Вот, кстати, его дом, если что. Матрас нужно будет ему еще привезти. Так, ну что, как тебе здесь? Жарковато? Есть какие-то новости? Отчет, пожалуйста, Паун. Что видел? Когда видел? Я понимаю, что скучно. Понимаю. Но может быть какие-то конкретные моменты. Позиция очень сложная, друзья. То есть, видите, здесь особо не посмотришь. Там вообще не видно, что происходит на стоянке. Здесь она самая удачная оказалась. Поэтому выбрали эту позицию. Здравия желаю. Никак нет. Не жарко. Так, это хорошо, что не жалуешься. Это хорошо, потому что я уверен, что тебе жарко, Паун. Так, ну давай, рассказывай. Что вообще видел? И что здесь происходило? Похоже, что ваши догадки были верны, товарищ полковник. Так. Поподробнее, поподробнее. Опа, нас спалили. Блин, надо было в дом. Пошли в дом. Пошли в дом. Нас здесь слишком сильно видно. Давай сюда. Здесь объяснишь все, здесь все расскажешь. Все. Вот. Вот для чего, друзья, этот дом построен. Напротив Кремля, кстати. Если кто-то захочет здесь квартиру купить, друзья, достаточно дорого. Достаточно дорого. Потому что Кремль в двух шагах, как говорится. Но какой есть, какой есть. Ну что, давай. Дальше. Что там? В общем-то, я наблюдал за территорией СТО. Так. Дальше. Несколько других иномарок, заехавших в боксы, уже оттуда не выезжали. Так, поподробнее. Поподробнее. То есть ты хочешь сказать, что их точно так же разбирали? Ну, мы это видели. Мы это видели. Я даже не удивлен нисколько. Так, хорошо, Паун. Еще что-то интересное. Что-то более такое информативное есть. Но при этом из боксов постоянно таскают какие-то коробки. Так. Приезжают пустые грузовики. А выезжают уже загруженные какими-то коробками. Слушай. Ты хочешь сказать, что это детали? Так, ладно. Пошли. Пошли посмотрим. Что за грузовики? Поподробнее, Паун. Давай, выходи. Я не могу из дома даже выйти теперь. Так. Что за коробки? Что за грузовики? Вот что мне сейчас интересно. Давай выяснять в таком случае. Есть даже вероятность, что сам хозяин СТО ни о чем не догадывается. Так. Это как ты понял? Скорее всего, это дело рук парочки механиков, которые делают на этом бизнес. Слушай, но есть механики, которые действительно вели себя абсолютно обычно, работали. А есть те, которые были слишком подозрительны. Как он говорит, парочка механиков. Ну тогда нам нужно устроить слежку за этими парочками механиков. А вообще лучше слежку за грузовиками. Куда они эти грузовики возят, если они оснащают их деталями автомобиля? Также у меня есть для вас и радостная новость. Паун, я тебя сейчас уволю. Ну какая? Какая может быть тут радость? Скажи, а после того, как происходят такие вещи? На одном из таких грузовиков увезли вашу детскую машинку. Что? Ты прям видел? Ты прям видел машинку? Так точно, красная. Так, значит она не разобрана. Ну хотя бы, хотя бы ее не разобрали. О, вон, грузовик еще. Еще один? Так, вижу. Вижу грузовик. Вижу механика. Угу. Интересненько. Так, он что-то загрузил туда. Да, он чем-то загружен. Он чем-то загружен. Но следить за ним, конечно, хотелось бы проследить. Для этого я взял оперскую машину, но все равно может быть подозрительно достаточно. Блин, кто же ты такой? И что ты везешь? Но твои догадки. Слушай, давай так. Я попробую сейчас проникнуть туда. Я прям в грузовик попробую проникнуть. Если что-то не так пойдет, ты меня прикрывай в таком случае. Стой на прикрытие. Но за мной ни в коем случае не едь, Паун. Чтобы не было подозрений. Потом я тебе координаты скину, хорошо? Так точно. Окей. Все, контролируй. Только просто так не стреляй. И меня не застрели, Паун. Не учили не целиться в людей. Конечно, можно было попробовать и проследить непосредственно за этим грузовиком. Но в случае, если, не дай бог, друзья, заметят слежку, даже не на патрульном автомобиле. У нас есть служебный автомобиль. Но если слежку заметят, план может сорваться. Поэтому, мне кажется, самая хорошая идея в данном случае, это непосредственно проникнуть на территорию, куда и довозятся эти детали. И как вы понимаете, в конечном итоге деньги за эти детали получает Сильвестр. Но нам нужно определить этап, на котором эта передача средств в руки Сильвестру происходит. И когда мы это определим, мы узнаем местонахождение господина Сильвестера. В наручнички его закуем. И в этом случае, друзья, в этом случае мы свою миссию выполнили. Так, грузовик вижу. Что-то высоковато. Я не знаю, друзья, кто из них в этой схеме замешан. Но сейчас необходимо ни в коем случае, чтобы никто нас здесь не увидел. Поэтому постараемся на этот грузовичок. Блин, высота все-таки прям очень большая. Я надеюсь, мы беспалево это сделаем. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Вроде бы не видно. Вроде бы не видно. Так, хорошо. Фиксируемся здесь пока. Что в коробке, вопрос. Вот что интересно. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я думаю, будет правильно вообще лечь. Во! Сейчас вообще идеально. Так, пришел. Тихо. Вот вовремя. Вовремя. Главное, чтобы еще сюда ничего не грузили. Но коробку так поставили, как будто бы ничего не планируют грузить. Я поехал. На этот раз будь предельно внимательным. Ты везешь двигатель от Феррари. Опа! Так вот, что у нас в коробочке. Двигатель от Феррари? А от какой? У меня вопрос. Кажется, я знаю, друзья, от какой. Кащею не понравится, если он узнает, что потерял несколько миллионов. Кащею? Кто такой Кащей? Помни! На кону. Сто кусков. Все, давай. Ни гвоздя, ни жезла. Фух, так спокойно. Куда везут? Есть вероятность, что везут клиенту. Да, который купил. Этот двигатель. Есть такая вероятность. Паун! Ты меня обидишь или нет? Да, я его отсюда вообще не вижу. Потому что позиция, по-моему, идеальная. Я вообще не вижу его. Так, повернул. Едет через... Прямо через... Паун! Помаши хотя бы рукой, не знаю, чем-нибудь. Ё-моё! Я тебя не вижу! Не успел я. Ладно. Все, друзья, сейчас самое главное проконтролировать, куда поедет. Если же, друзья, этот двигатель, не дай бог, принадлежится клиенту сейчас, то мы будем у него конфисковывать. Потому что там моя Феррарочка. Это мой двигатель. Мне приходится вот так вот, вот в таком положении, друзья, лежать. Прятаться. Ну а что поделаешь? Что поделаешь? Ну, надеюсь, все-таки, как сказал Паун, вывозятся детали куда-то, в какие-то разные места, да? Их много вывозится. То есть, наверное, может быть, есть какой-то... Нет! Это сейчас лишнее! Это сейчас прям совсем лишнее! Черт! Как бы им сказать-то? В рацию, что ли? Отпустите! Нет-нет! Не трогайте! Не трогайте его! Как бы им шепнуть так, чтобы не слышали? Эй! Шшш! Уйди! Уйдите! Не трогайте его, слышите? Нет! Чё ты там смотришь? Нахрена вы сейчас всю испортите всю малину? Здрасте! Ну, ё-моё! Ну, как вы так выбрали момент-то? Здравия желаю! Фейтенант полиции Ланеля! А что случилось? А что везём? Ну, господи... Товарища полковника вашего везут! Полковника вашего! Два выговора просто сейчас прилетят! Ну, ладно, не знают, не знают! Пусть проверяют, но... Отпустите хотя бы! Не разводите его ни на что! Я вас прошу! Просто буду подслушивать, что теперь делать! Двигатель? Уверен? Да! Блин! Идите отсюда! Слышите? Так, давай-давай-давай-давай! Угу! Проверять будешь? Ну, сейчас проверим! Да ё-моё! Ты чё, прыжки в высоту, что ли, научился делать? Да... Дружище, давай не надо! Давай не надо! Иди... Слышите! Иди отсюда! Иди отсюда! Быстрее! Это из коробки такой голос! Иди отсюда! Да! Двигатель тот! Проверил? Как? Ты чё, коробку вскрыл, что ли? Ладно, приоткрыл коробку... Понятно! Надорвал! Ты чё вообще коробку рвёшь? Там двигатель за несколько миллионов! Ё-моё! А! Ну да! Ну да! Иди, иди давай! Иди отсюда! Иди отсюда! Двигатель! Да! Действительно! А ты чё думал? Наркотики там будут перевозить? Блин, давайте, не... Не, пожалуйста, не испортите операцию мне, а! Ну пускай едет! Мне кофе ещё пить нужно! Ну да! Давайте уже быстрее тороплюсь! Счастливого пути! Не смеем задерживать! Я надеюсь, что для него это не будет... Ну это обычная проверка! По факту да, обычная проверка прошла! Всё! Я надеюсь, что... Он не поменяет свой маршрут! Я очень на это надеюсь! Проверка прошла! Ну очень! Ну прям очень не вовремя она состоялась, конечно! Молодцы! Работают! Не начали разводить, что самое интересное, обычного бедного механика! Думал сейчас какой-нибудь развод будет, ещё что-нибудь от полиции! Но нет! Вроде всё под контролем! Фух! Пока что, друзья, держимся! И едем! Едем в Арзамас, кстати! В сторону Арзамаса, если что! Но что самое интересное, друзья! Он в итоге свернул на трассу и поехали мы в сторону Южного! То есть едем куда-то прям, ну очень далеко! И едет, заметен, настолько аккуратно! Прям тихонечко! Боится! Я представляю, сколько это стоит вещь! Двигатель на Феррари Ла Феррари! Даже боюсь представить, сколько стоит! Ну, наверное, 5-10 миллионов! Я думаю, что это очень хороший вклад непосредственно для Сильвестра! Так, и что, отправляют его, что ли? Ну, ё-моё! Его отправляют? Я немножко не понял! Какого чёрта? Да, друзья, его походка... Подождите, здесь же вообще рыбалка! Здесь, если не ошибаюсь... Это ещё что? Стоем! Так, тихо! Не дай бог, они погод... Что?! Да вы только посмотрите, сколько их здесь! Да вы только просто посмотрите! Привет! Не двигайся! Я осмотрю автомобиль! Опа! Так, вот сейчас я тоже, пожалуй, двигаться не буду! Главное... Главное... Так, ты низкий вроде бы? Фух! Вроде бы низкий, вроде не видит! Так, здесь... Так, кто сматывает? Ты как осматривает? Ты меня видишь? Ты меня видишь? Он погоны мои увидел, по-любому! Там же мои погоны сверкают прям в глаза! От солнца! Ё-моё! Опа! А вот и конец! Всё? Иди отсюда! Иди отсюда, ё-моё! Я вообще не понимаю... Да... А кто им оружие-то дал? Откуда у них оружие? У меня сейчас вопросов прям очень много, на самом деле! Прям очень! Ладно, проверку вроде бы... Вроде бы про... А чё это у тебя там блестит? Чёрт! Погоны грёбаные! Ну погоны полковника! Что там ещё может блестеть? Так я знал! Не знаю! И так времени нет уже! Ладно! Проезжай! Я что-то не совсем понимаю... У них... У них тут база или что? КПП они оборудовали! У них тут целая база, вы посмотрите! Это преступная группировка! И кто её обосновал? Я хочу просто посмотреть, кто такой Кощей! Посмотрите! Везде стоят! Везде охрана! И что самое ужасное? Она стоит с оружием в руках! То есть это опасная территория! Но вопрос, почему у воды? Да они тут... Они тут просто везде! Они просто повсюду здесь! Ё-моё! Ангар! Заметьте! Ангар открытый! Там тачки разобранные! Но всё понятно! Всё, друзья, стало на свои места только что! Теперь всё ясно! Ну, наконец-то! Сейчас босс приедет! Посмотрит и заплатит тебе! Хорошо! Пойду только отолью! Слушайте, ну оставаться здесь, это... Просто взять себе и подписать смертный приговор! Меня сразу расстрелять! Если ещё в форме здесь увидят! Меня просто сразу застрелят! Это большая проблема! Нужно что-то решать! Огромное количество их здесь находится! Ну иди отлей! Смотри в море не упади! Так, теперь нужно думать, как отсюда выбираться! А этим, кстати, можно воспользоваться! Почему бы и нет? Господи, неуклюжий какой! Так, ладно! Операция по маскировке начинается! Ну что, полковник, настало твоё время! Субтитры подогнал «Симон»! Так, ну а что поделать, друзья? По-другому, к сожалению, никак! Ну, извините! Он был плохим человеком! Давайте с этого начнём! Поэтому вот строго не судите, пожалуйста! Но такая, к сожалению, у него судьба! Ужасная, неприятная, но судьба! Всё, если что, это мы! Привезли непосредственно двигатель! Я хочу сейчас узнать, что за босс! Кого они могут так называть? Мне самое главное, увидеть босса непосредственно! Кощей! Он говорит, Кощей его звали! Всё! Облегчился! Облегчился! Да! Всё нормально, пацаны! Вот вас бы двоих с этой лопатой одновременно! Одним ударом бы! Вот честно! Ну да ладно! Всё! Нужно действовать дальше, друзья! Приедет и заплатит! Сто штук! Сто штук за... Ну ладно, за перевозку получается! С облегчением, братуль! Вон и сейчас! Не отмерзло ничего! Всё нормально! Смотри, чтобы тебя не отмерзло! Где там твой босс? Где ваш босс, ребята? У меня время! Ребят, у меня время! У меня всё укомплектовано! Слушай, мне всё ровно! Где? Где боссик? Я сейчас привёз, пожалуйста, вам этот двигатель! Будьте добры! Подплывает, босс! Не торопись! Давай, давай! Подплывает! Быстрее, ребят! Сто кусков гоните! Издеваетесь, что ли? Подплывает он! Только что звонил! Все по расписанию! О! У вас здесь ещё и расписание есть! Это он приплыл? Это ваш босс... Чёрт возьми! Нет! Только не говорите! Так, ладно! Это что? Это он и есть? Это ваш... Босс хотите сказать? Это ваш босс? Так вот... Так это... Так это ты, Кощей, получается! Я думал, это какой-то другой человек, но... Чтоб тебя вот так встретить... Это ты, Кощей, выходит! А я-то думаю... Босс, Кощей... А почему не Сильвестер? Да, здорово! Здорово! Чё ты сейчас, Козел? В смысле? Ну, как называли? Так... Так называли тебя? Ну, я-то, по крайней мере, так слышал! А что, не так? Запомни, Утырок! Я не терплю, когда меня так называют! Ладно! Ладно, понял я, понял! Всё! Так, подождите! А Сильвестр его кто-то называет? Фух, мне аж страшно стало! Вокруг его охрана ещё с оружием! Так, спокойно! Хе, смешно мы его подставили! Кого? Вы вообще его боссом назвали? Это не вы! Привет! Всё нормально! Иди, смотри! Всё как договаривались! Пошли! Вот! В коробке! Новенький, хорошенький! В коробочке! Упаковал! Специально для тебя! Для тебя упаковал! А мог, знаешь, что сделать? Мог спокойно закинуть просто и всё в кузов! И плевать мне было бы! А так всё для тебя, вот, пожалуйста! Красивая коробочка! Вот это я понимаю! Неплохое вложение в бизнес! Хм! Ну, спасибо! Ну, как бы, спасибо за то, что... Вообще, как бы, ну, я довёз тебя и спасибо за всё, что ты есть! Спасибо, что ты есть, короче! Сколько я тебе там должен? Напомни! Ээээ... Сто... Сто штук! Да, сто штук! Как договаривались! Сто тысяч! За этот движок! На бочку! Вот как зарабатывают! Просто привёз! Сто тысяч заработал! Ну, неплохие деньги! Сколько он там вёз его? Ну, плюс упаковка там, не знаю! Ну, минут десять! За то, что разинул свой рот и назвал меня Кащеем! Примей тебе! Не полагается! не понял это чё за подстава слышь иди скажи своему боссу так так я же привез алё не понял и пусть это все на устно мотают я не позволю чтобы за моей спиной меня так называли ё-моё а я-то здесь причем ну называют тебя каще я-то тут причем ни при чем брат пойми ладно ладно не было этих денег и не будет я не переживаю по этому поводу принципе я все сказал ладно ладно я спорить даже не буду не спорю дружище я не спорю хорошо забирай забирай тогда все твое все я тогда я тогда поехал вы его разгребайте короче получается или как все я тогда могу ехать получается не понимаю просто вы двигатель свой забирайте тогда и все я поехал что в итоге-то селестра телеса лучше его не называть то мало ли еще не дай бог не так поедем что ты я же ты же посмотрел уже все проверил короче ладно капец даже денег не заплатил это запрыгни помоги мне давайте только быстрее я пока эту тарантайку прогрею а ну-ка хорошо звучит ты куда собрался а ну-ка кушай эту тарантайку и вылазь из этой помойки понял я не еду никуда разгружаете разгружайте разгружайте я просто завел и алё слышишь кощей в чем дело-то ё-моё ты же видишь что еще не разгрузили такие я и не еду никуда ё-моё я никуда не еду кощей ты чё все я жду я жду-жду проблем нет никаких без проблем ребят я проблем не хочу никаких все до вечера можешь не торопиться настолько долго что ли разгружать будете ладно хорошо я понял новенький что ли я не пойму а я типа должен быть старенький так какой новенький ты о чем вообще дружище сегодня я добрый поэтому один процент от обговоренной суммы я все-таки заплачу тебе спасибо спасибо большое очень приятно неожиданно неожиданно босс можно так вас теперь называть я так полагаю да ты не отчаивайся я все себя на эти деньги унитаз в своем офисе в египте куплю а он чё уже уже собрался что ли уже собрался лететь я не понял пока можешь погулять за территорию не уходи сразу огонь откроет по тебе я понял у нас тут все очень строго сам понимаешь бизнес рискованный так конечно конечно у них тут все кстати он правильно сказал по расписанию ведь у них здесь все по расписанию то даже лишний шаг не сделаешь в сторону ты же не будешь плакать и сдавать папу в полицию нет папа не буду не буду не буду конечно папа все все нормально все все хорошо я не переживаю по этому поводу нисколечки если что тем более один процент тем более один прод заплатите это тоже деньги я надеюсь мы поняли друг друга да а ты точно заплатишь скажи просто если ну ты сам сказал тебя гуляй дождя а деньги я человек слова казал заплачу сколько там один процент десять тысяч от 10000 один процент десять тысяч получается но это по расчетам математического конечно вот если можно конечно будет хорошо если если можно конечно ожидай на карточку переведу в течение пяти ровно ты обалдел что ли какая карточка вот это просто обаторазводилова даже тысячи рублей за жопом 100 должен был тыс дать он просто за жопил 1000 рублей он привезли от ferrari я я не понимаю до вечера загружать буду да они не поднимут его втроем тут надо чем 15 это же помогать не буду после этого ладно погуляй хорошо буду гулять буду гулять друзья посмотрите просто на это что здесь происходит они реально опа а вот и детали друзья ну все а это то колесо как вы его сюда притащили как откуда отбила за колесико как вы сюда его притащили понятно и стройматериалы еще воруют смотри это наверное состоит стройки у него осталось скорее всего друзья по ходу нам предстоит все таки я не знаю сейчас как но передавать данные как-то всю эту группировку взять очень опасно потому что каждый имеет здесь оружие как вы заметили и просто так устраивать даже штурм будет очень тяжело их здесь огромное количество десятки человек которые охраняют всю эту территорию но изначально эта территория была ну сами видите да просто рыбацкий порт они из него сделали настоящий настоящую территорию в которой собственно хранят вот эти вот все детали от автомобилей и отсюда наверное продают и отправляют как я полагаю ну ничего друзья будем продумывать план по задержанию сильвестера а если вам эта серия понравилась обязательно поддержите своим лайком также не забывайте что все события которые вы сегодня увидели происходили на первом сервере радмира криминальной россии если кто-то из вас еще здесь не играть то ссылочка специально для вас в описании присоединяйтесь за это вы получите 75 тысяч рублей три дня золотого тип статуса а я же в свою очередь каждого из вас благодарю за просмотр желаю всем удачи и всем пока пока удачи